Да, понимаешь, да, вот смотри, да, я опять, ребят, защиту Последний раз защищаю батьку Батька был в Советском Союзе, да, когда все 15 братских республик Республик, все работали на руку Москвы, да, все подогревали продукцией, там, деньгами Все, а потом просто все сказали, да с чем мы должны, блин, этому Кремлю, да И каждый у себя дома построил свой Кремль И мне так кажется, что батька держит, держит, чтобы, ну, не развалилось Как только, кто у вас там, Маневич или как-то там Миленкевич Ну, кто-то у вас там Ну, не важно, кто у вас придут, польские разведчики, вас развалить Батька вас держит от развала, потому что через три года вы все станете Ты будешь нищий, дюбеля будут нищими, но зато заразрешенными будут, понимаешь? Разрешен, поэтому лучше быть у социалистических запрещенным, ну, в хорошей Крепкой белорусской семье У нас звонок есть, здравствуйте Здравствуйте, мы вас слушаем Громче Громче звоночек мы не слышим Хотел бы поприветствовать наших белорусских друзей Привет Ну, пасаран Я был в Белоруссии в августе 2011-2010 года Так, отлично И? И хотел бы задать вопрос Задавайте, не тяните душу Почему меня не угостили белорусским самогоном? Аааа, хороший вопрос, хороший вопрос, правильно, мы действительно, я помню тоже в советских времен, что мы когда переезжали из Молдавии, наш худрук говорит, Дмитрий Иванович Шатров Так, ребята, хватит вино пить, молдав сказал, сейчас уезжаем в Лиду, там, в Белоруссию И все наши тихо перегнулись, говорят, там зато самогонка И вот действительно, бурочная там или всякая, сахарная была Белоруссия, да, славилась этим продуктом Сейчас он есть или батька тоже сказал, все, кого поймаю, аппарат отберу Я думаю, что есть, почему же нет? Более того, мне вот недавно рассказывали историю, каким образом все это, то есть, даже специальный термин есть, термин есть, да, бровар Это огромный, маленький, такой огромный заводик по производству браги в лесах, с которого кормится несколько деревень, ну, там же у них же циклично все По сути, партизанщина, да? Ну, в общем, да, партизанские традиции сохранились Вот, и в деревнях все время кто-то рождается, кто-то умирает, кто-то женится То есть, самогон нужен всегда Вот, они для себя варят, не на продажу, если не на продажу, милиция часто смотрит Дезинфекция, опять-таки Да, смотрит на это, сквозь пальцы Ну, можно поменять на строительные материалы, там, или еще что-то Не знаю, не менял Ну, мелкие ремонтные Пробовать пробовал, да, самогон, конечно А вот это что за видео, там, смотри, такие поднимаются, Аболотников, Щекурчава и такой Да, мы здесь, здесь речь, все-таки, поскольку мы представляем, анонсируем концерт То, в принципе, хотелось бы сказать и о музыке Значит, как и что нас роднит, и каким образом мы встретились И как получилось так, что белорусы и Боллабенд друзья В 98-м году мы играли фестиваль в Сосновом Бару Значит, и там познакомились Прекрасные ребята Вот, и все это время поддерживали отношения, связи Вот, они приезжали Нам, к сожалению, там не пришлось бы быть за это Здесь можно сказать о музыке И многие будут удивляться, видимо, на концерте, почему такая разница в стилях Потому что мы играем в прогрессив-рок, что-то такое вот Виртуозно-скоростное и прочее, прочее То есть, это больше похоже на мировую музыку, да А ребята, вот Саша Куленкович, они играют такой панк Он такой позитивный и с хорошим острым словцом таким Вот, это не пошло Это из-за... На милорусском? Да, из-за... Нет, они... По-салону по-русски Нет, чаще русский язык Вот, но у них, как бы, такой вот... Ну, они и помоложе будут, чем мы, конечно Поэтому концертная программа, она такая очень довольно странная, скажем Она, скажем, ну, мы будем начинать там прогрессив-рок играть И какой-то такой вот ближе к классическому року Вот, а ребята уже, так сказать, будут вот молодежно Так сказать, энергию свою отдавать залу Поэтому, значит, ну, это не мешает, в общем, разница в стилистике Потому что ребята, например, когда встал вопрос, а что, говорит, мы будем... Давайте, говорит, ну, вместе сделаем какую-то сессию Чего играть будем? Вот как ты думаешь, что? Ну, ты же... Правильно Сантано Правильно Они Робсона будут пить Они, они, они предложили сыграть Shine on your crazy diamond Это люди... С бабушками бурановскими С бурановскими, да Те люди, которые, казалось бы, да, вот панк там и так далее То есть, ну, им совершенно не чужда нормальная музыка Они все это и слушают, и знают, и любят Вот, другое дело, насколько хватает, так сказать, способности и желания играть Поэтому, все-таки, мы нашли общий язык И, что касается меня, то, в общем, я прославился на 97-м году еще с выпуском видеошколы гитарной Она сейчас очень популярна в России и за ее пределами Но я сейчас не об этом хочу сказать, не о своей славе А о том, что, к сожалению, публика меня знает как педагога Просто... Гитарного преподавателя, который вот разработал... Вот сейчас, да, это мама была здесь в эфире Я говорю, у меня спрашивают у вас сегодня в эфире Я говорю, Болотник Она говорит, ой, это гитаристы Я говорю, да-да-да, гитарист Вот, поэтому здесь очень тяжело приходится порой переубеждать людей Там, Саратова, там, вот пишут Сейчас с интернетом связи, конечно, более доступны и проще И они говорят, а вы что еще играете? Играем Вот сейчас у нас здесь промо, которое было использовано в 97-м году Это студия Шатхана То, что было, вот предвещало мою гитарную школу, ну, не очень долго Смотрим Смотрим Видео 2 Видео 2 Видео 2 Видео 2 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Счастливы вам, ребята! Кипонрокин! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я угадал, что Сергею 26 лет вот здесь. Я первый раз вижу это видео, но уже, видите, я такой уже нормальный лицемер. Сразу так посмотрел и понял, что 26. И Серега говорит, да. 26 лет. Вот и ты такой виртуоз, ты круче. Я не знаю, кто ты еще. Как бы ни говорили, Саруханов, пусть отдохнет. Зинчук, уважаю, там, Дидюля. Дидюля ваш! Ваш белорус! Кстати, мы же играли концерты с Зинчуком, с Романовым, с Мирновым. С золотой гитарой. Как ты научился? Вот Стинг, товарищ Стинг. Хотел очень. Очень сильно хотел и научился. Вот, все время гитару держал еще вместо куклы, когда маленький был. Это когда у Ван Халлена спрашивали, он говорит, что вы делаете, когда вы не играете на гитаре? Он говорит, я играю на гитаре. Он говорит, ну, а когда вот вообще, ну, у вас байд какой-то свободный, что вы делаете? Он говорит, я играю на гитаре. Ну, вот примерно так же и у меня. Ну, то есть для тебя были какие-то, ты слушал того, кто, типа, Карлоса? Я родился в Уфе, это достаточно глубокая провинция. И школ видео никаких абсолютно не было. Ну, слушал Сантану. Был магнитофон, маяк 202, были бобины. И я снимал это все. То есть я записывал пластинки на 19 скорости и слушал на 9. Все вот эти 32-е, 68-е, сам выигрывал. Да, фигушки складывал, складывал. Ну, сам выигрывал, да. Ну, в общем, не суть. Дело, это же просто средство. Это средство выражения. На самом деле, главное это не это. Главное не... Нет, технично, чтобы душу свою открыть. Она хороша. Вертлявость хороша. Но вертлявость, она нужна просто в своем месте. Где-то в каком-то месте она нужна. В каком-то вот, если ты послушаешь, скажем, Майкла Шенкера, допустим, или Ричи Блэкмора. Ведь есть песни, в которых эти гитаристы вообще не играют соло. Просто не играют соло. Ну, нету его там, и все. Игорь, вот сейчас он называл некоторые фамилии, но это не белорусы, явно. Ирванцы, ирванцы какие-то. Почему Блэк Блэк Барбелорусска? А вот как Белоруссия? Я-то затормозил с тех времен, когда с песнярами, с Борткевичем еще. Хороший ребят. На Кургане Славы, там мы вот в Витебском, у Витебска, да, там были ежегодные вот эти слеты музыкантов трех республик. При Балтии, Латвии, по-моему, русских, России и белорусов. И мы там где-то дня три костры там играли днем, каждый свою музыку. Это был фестиваль, это не конкурс. И мы встречались, и я вообще белорусов тогда услышал. И у меня все, у меня весь виниловый архив есть в Мулявинске, да. И я так и думаю, что вся Белоруся поет красиво и хором, и по одному. Или у вас как, или у вас только вот, не Вася Раичик, а как его зовут, Анатолий, Толя, Сябры, Толя, Анатолий, ну у него Олеся. Да, дочка, да. Да, да, да. Или вот все, там замкнулось, вот батька тут, в Кремле, правит, Толя, филармонии с дочкой, да. А как развиваются остальные молодежь, они, слушаете что-то, или у вас там отключили? Слушал. На самом деле, да, вот как бы белорусская музыка развивается в двух направлениях, насколько вот я могу. Я не скажу, что я близок к этому, но вот то, что я, зачем я слежу. Есть официальные группы, которых приглашают на официальные концерты, которые выступают на официальных мероприятиях, те же Сябры. Даже песняры уже, как бы, в современном составе без Мулявина. Много исполнителей, да. А есть группы, которые в свое время еще даже крутились по телевидению. Но сегодня, несмотря на то, что они достаточно популярны, им выхода на телевидение нет, им нет выхода на широкий подмост.